Уже снимается все? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел никто погулять. Вот и все, дорогие друзья. На этом конец. Спасибо за внимание. Действуем по-старому. Два самых змогарских блогера Байинета, белорусского ютуба, Наташа Богданова и Степан. Привет, Степан. Привет, Наташа. Все, поехали. Здравствуйте. На канале Беларусь 37 не новости. В студии? Да, ну это хлустня. Нет, это хлустня. В студии нет. Привет, Степан. Здравствуйте, Наташа. Привет. Я пожму твою руку. Можно петуни даже. Я хотела это сделать целых три месяца. Петуни. Петуни, да. И петуни. Поняли? И петуни. Вот так, приходите. А теперь приступим. Серьезное лицо делаем. Ну что, Степан, признавайся. Скучал по мне? Конечно. Конечно. Вот всю неделю перед этим, как только узнал, что Наташа Богданова появится здесь в Польше, с нетерпением ждал интервью, чтобы высказаться и ответить на все вопросы, которые кому-то, возможно, надеюсь, будут интересны. Я уже, на самом деле, все про тебя знаю. Все? Ну, ты не помнишь меня в встрече. Ты говоришь, ты неделю скучаешь по мне. Я рассчитывала, что ты скажешь, конечно, все три месяца, что мы не виделись перед этим разом. Скажем так, да. Все. Чистая правда. Говори правду или не говори ничего. Да, потому что хлустнял обычно говорю я. Ты должен говорить правду. Домовилися. Все. Очень каверзный вопрос. Просто готовила его очень долго. Почему уехал из Беларуси? Так, прямо в лицо таким вопросом. Из Беларуси не уехал, сразу говорю. Из Беларуси эвакуировался. То есть тебя выгнали? Скажем так, да. И выгнали, и я сам уехал. Но на самом деле это не уехал, а временно выехал, скажем так. На профпереподготовку, на повышение квалификации, если можно так сказать. Учиться в университете, получать знания. А там научили YouTube создавать. Создал YouTube. Прямо в университете? Прямо в университете. Потом создал YouTube, а работа появилась. Ты создатель YouTube, да? В некотором роде. Белорусского так точно. Белорусский. Ну, еще я там чуть-чуть. Наташа Богданова, да. Да, да. Ну вот, научили делать правильный контент на YouTube, скажем так. И я его попробовал на практике, и получилось. Хорошо. А в Беларуси этому не учат? В Беларуси не учат. В Беларуси, как сказал глава белорусского государства, надо, чтобы на первом курсе студент пошел и окунулся в это говно. Чтобы к пятому курсу он уже мог в этом говне копаться. Профессионально. Профессионально стать колхозником. Боюсь, что в Беларуси не учат таким вещам, потому что это идет в разрез с политикой государства. И понятное дело, что как раз-таки блогеров наверняка отчисляют из университетов, а не учат там блогерство. Ты знаешь многих блогеров, которых отчислили из университета за это. Хотя еще смотря какой контент, правильно? Если он там как раз показывает, как правильно окунаться в дерьмо, так, наверное, его будет поощрять. Если будем рекламу делать сейчас белорусским блогерам, то да, Марата Минского, мне кажется, отчислили из университета. Не окунался. А вот почему он об этом не говорит? О том, что его отчислили из университета? Конечно. А ты знаешь его? А если его не отчислили, он проехит к КГБ? Мы вынуждены прерваться. На короткую рекламу, уважаемые дамы и господа. Я красный, наверное, как помидор. Хорошо. Мы выяснили, почему ты уехал, точнее, как мы выяснили, эвакуировался из Беларуси. А вообще, в принципе, в какой бы ты стране мира хотел жить? В Беларуси. Хотел бы жить в Беларуси? Конечно. Как писал один белорусский классик, что милее у свете белым гэтых светлых берагов, где бруяцца сребра мрэчки, где бары лясы гудуть, где... Переключение камеры в Беларуси. В Беларуси. Эти слова могут быть использованы против меня, когда я через 10 лет буду жить в Польше. Возможно. А через 5 лет ты где будешь жить? Через 5 лет. Дело в том, что мы тут имеем некоторую шероховатость, скажем так. Я сейчас нахожусь в призывном возрасте. А, то есть ты не хочешь, чтобы тебя призвали? То есть, скажем так, да. Да, и мое призвание в другом. Нести людям правду, да. А если меня призовут, то, к сожалению, мне от моего признания придется отказаться. На самом деле до 28 лет вот такое вот время, к сожалению, такое опасное для меня. То есть ты не хочешь пополнить ряды армии? Белорусская армия бессмысленная и беспощадная. Почему? Скажем так, я боюсь. Я немного остерегаюсь белорусской армии. Конечно, она нужна, но мне кажется, мне кажется, кто-то там поехал. Кто там поехал? Конечно, она нужна, но мне кажется, не в такой форме, в которой она сейчас есть. И в таком... И не только. И мне кажется, хватило бы месяца, чтобы насладиться всей этой армейской жизнью. Марат Минский в одном из своих роликов рассказывал об этом, что, во-первых, нам нужна профессиональная армия по контракту, как в Польше и во многих других цивилизованных странах. Ну, понятно, что в силу ряда объективных причин это невозможно в сегодняшней Белоруссии, к сожалению. Но, тем не менее, ее нужно реформировать. Ну, это, мне кажется, тема отдельного разговора, и нужно подключать экспертов к этому вопросу. Но хватило бы месяца, как лично, на мой субъективный взгляд, пострелять, тебе все объяснят. Потому что ходить и мыть туалеты на протяжении там полутора лет, встречать два раза в день рождения в армии. Сори. То есть мы тебя в форме не увидим? В форме белорусской милиции, в форме белорусской армии. Я надеюсь, нет. Если вы увидите меня в форме белорусской милиции или в форме белорусской армии, это не я. Это провокация. Если в Беларуси власть изменится, ты сразу же вернешься на родину. То есть не нужно будет ждать 10 лет, 5, как ты сказал. Завтра изменилась власть. Все, сразу вещи в банатке и домой. Я и сейчас готов приехать, но пока не получается, правильно? Как я уже сказал, это армия прежде всего. Ну, хотя пока я учусь в университете, я могу свободно приезжать. Но другое дело, что я вот был недавно в Беларуси, мы помним, что случилось. На следующий день после того, как я уехал, обыск произошел в моей квартире. И сейчас уже определенная какая-то, ну, скажем так, настороженность, чтобы приезжать в Беларусь. Но на самом деле я бы хотел приехать в Беларусь и при этой власти. Потому что если все будут думать только о том, чтобы уехать, ну, понятное дело, ничего не изменится. И поэтому я думаю о том, что да, нужно посмотреть мир, поездить, вычленить лучшее, сравнить, внедрить в Беларуси. Франк Вечерка, например, в США поучился, да? Ну, знаешь же. И почему бы и нет, но ненадолго, то есть не навсегда, не полностью жить. А именно, чтобы сравнить, посмотреть и понять другие. Возможно, тогда будет больше понимания своего собственного народа. Ну, хотел бы, хотел бы, хотел бы, хочу жить в Беларуси. То есть вернулся бы и жил? Да, но если бы мне не создавали препятствий. Степан, скажи, пожалуйста, только честно. Вот прям честно? Безусловно. Для чего ты все это делаешь? Свой канал ведешь? Вот зачем ты это делаешь? Хайпишься? Фиаришься? Этот вопрос мне задавали неоднократно. Но я на него ни разу не отвечал. Не для чего, а для кого? Для людей. И 70% подписчиков из Беларуси, 70% просмотров, значит, что людям из Беларуси и 30% беларусов за границей или людям, которые живут за границей, интересно то, что происходит в Беларуси. И как минимум для них я чувствую свою обязанность перед ними, что я должен это делать. Вообще этот проект был изначально идеей, которая впоследствии, скажем так, превратилась в привычку и зависимость. То есть сейчас я уже не могу жить без канала, без роликов, и мне действительно сложно. И более того, когда я все это делаю, мне кажется... Вот самое прекрасное, что может быть, это когда в комментариях люди пишут, слушай, а вот действительно, как я раньше этого не замечал? То есть когда ты открываешь глаза людям, и для тебя это кажется очевидным, а для людей это что-то новое. И когда ты несешь это в массы, и ты чувствуешь, что ты делаешь правильное дело, и у меня просто счастье внутреннее. Даже сейчас вот я вижу, крылья выросли. Появляются, да, да. А когда ты счастлив, зачем тебе хайп и пиар? Золотые слова. Цитатой вынести отдельно. Если ты счастлив, зачем тебе хайп и пиар? Хорошо. Тебя радует, естественно. Меня прическа сейчас волнует. Нет, прическа великолепна. Ох, твою мать красотища какая! Спасибо. Тебя радуют положительные комментарии, в принципе, это нормально. Положительные эмоции. Да, и положительные эмоции. А негативные комментарии, дизлайки, тебя расстраивают? Или тебе, в принципе, все равно? Безусловно, меня задевают негативные комментарии, но только те, которые по делу. Например, рубашка мятая. Это по делу? Ну, получается, да. То есть, если контент, в принципе, там, как-то там... нелицеприятно обзывают, тебя это не пугает. А если рубашка мятая, или там микрофон крестиком? Да, потому что я уверен в том, что я делаю. И я считаю, что это важно. И что больше людей должно таким делом заниматься. Это общественно полезное и важное дело. Освещать то, что замалчивается на государственных каналах. И то, о чем люди раньше боялись говорить, а сейчас все свободнее высказывают. И в связи с этим, в том числе, новый закон внедряют. Потому что все больше людей, градус кипения повышается. И когда-нибудь это все может вылиться в неизвестно что. И мне кажется, что это самая невероятная идея, которая могла прийти в голову нашим чиновникам после внедрения декрета номер 3. Потому что нет никаких необходимых на данный момент обстоятельств, которые вынуждают применять этот закон. Какая педофилия? Какой экстремист, какие наркотики? Это было везде и всегда. Интернет тут ни при чем. То есть, прикрываясь благими намерениями, сейчас пытаются зажать последние гайки, закрутить. И я не знаю, во что это потом может просто вылиться. Ну, мы начали про дизлайки, а закончили серьезные темы. Про дизлайки. Поясняю за дизлайки. Дизлайки, дело в том, что бьют по моему... Ладно, не будем об этом говорить. Это потом понаставить дизлайков. Я потом неделю в депрессии. В общем, его это абсолютно, Степан, это не пугает. Да. Дизлайки, пожалуйста. Хоть 100 дизлайков. Дебильный закон. Я не знаю, что ты тоже про него говоришь. Нет, подошва не симпатичная, да? Так, а подошва-то, ребят, подошва-то белорусских... Белорусские ботинки. Белвест. И это не реклама, это просто уважение к своей стране. Блин, у меня тоже мегатоп. Белорусская. Купляйте белорусская. Пожалуйста. Не фальшивки сфабрикованные. Да. Скажи, у тебя есть девушка? Нет. Я не подкатываю, нет. Нет. У тебя нет девушки? У тебя нет на нее времени или ты не любишь девушек? Я не гей. Хорошо. В силу определенных обстоятельств, опять же. Но у меня без этого все есть. Резиновая Зина? Из магазина. Возина звонит. На самом деле пока не будем об этом говорить. У меня есть человек, который варит борщи, скажем так. У тебя живет... Ну, я не гей, я не гей. Собственная лидия. Борщ по рецепту лидии. Попробовать надо. Так кто варит? Скажем так, это секретная информация, которую не знает даже КГБ Республики Беларусь. А мы узнаем. А вот вы и не узнаете. Так почему? Потому что... Ну, то есть девушка? Или у вас просто свободные отношения? Или это мужчина, может, оборщивая? Мне кажется, это не будет интересно большому количеству подписчиков. Еще и как будет, поверь мне. Особенно девочкам. Да и мальчикам тоже. Значит, объясняю статистику. 80% смотрит человек мужского пола. 20% женщин. Или мужчин, которые заходят у жены, берут аккаунт и заходят. Так хорошо. А поскольку я не гея, это никому не будет интересно. Не раскрутили? Не раскрутили, черт побери. Ну, борщи кто-то варит. Борщи кто-то варит. Борщи варка есть. Поехали. Степан, ты мне раньше признавался в том, что тебе нравилось... В любви не признавался. Нет, не в любви не признавался. В любви признавался другому человеку, Сергею Михалку. Вот, да. Как ты считаешь? Знаю такого. Знаешь такого. Ну, все, наверное, знают. Выражаясь современным языком, человек этот зашкварился. У него есть такая песня еще. Гей, т-р-р-та, гей, Андрюша, гей. На самом деле он не по этой песне зашкварился. Первый контакт, скажем так, с Сережей Михалком у меня произошел на личном опыте, я убедился, что этот человек зашкварился трижды. Трижды, Карл. Первый раз это было в 2014 году в Варшаве концерт «Солидарная с Белоруссией». Это был музыкальный концерт, и все в конце выходили на сцену. Ну, там было разрешено официально с флагами петь песню, не быть скотом. Я после песни подхожу к Сереже. Я там мечтал о селфи 10 лет, ну, 5. Сереже, селфи, пожалуйста, возможности потом не будет. Этот берет, делает вид, как будто не слышит, и уходит. Значит, это был первый зашквар, я еще тогда было, ну, сколько лет, 5, ну, 4 года назад, я еще такой был ранимый. И я думаю, блин, все, все, а смысл дальше жить? На самом деле, это был первый раз. Ну, возможно, он в плохом настроении был. Ладно. Значит, второй раз, когда было, это День Воли. День Воли – это настоящий праздник независимых белорусов. И человек, который написал несколько гимнов независимой Беларуси «Не быть скотом», играя «Беларусь-фридом», он не сказал ни слова про этот праздник. То есть там взяла верх конъюнктура, и понятно, что человек думал о деньгах, а не о том, о какой-то идее, которую он раньше вообще благословил и которым я раньше поддавался, в том числе. Потому что когда я раньше слушал эти песни, у меня были мурашки по коже. Это был действительно кумир. Кумир, в том числе и моих многих друзей. А то, что потом с ним произошло, я не знаю, как это объяснить. Ладно, он предал людей, с которыми он был на протяжении 20 лет. Под каким-то вообще смешным предлогом. И третий раз, третий раз, когда он лично для меня зашкварился, недавно я узнал, скажем так, нашептали, что у Сережи-то есть дом на границе Украины и Беларуси. Зачем человеку... у человека есть квартира в Киеве, квартира в Минске. Как мне сказали, квартира это просто для журналистов. Я понимаю, это неинтересно звучит. Но просто я же как бы тоже в строительстве этого дома поучаствовал. Вот это поворот! Я ходил на его концерты. А потом, чувак, что с ним стало? Что с ним стало? Что с ним стало? И когда понимаешь, что деньги важнее идеи становятся, а ты верил этому человеку, то разочарование. Одно разочарование. Нет, ну окей, дом это хорошо. Хорошо. Но не за мои деньги. Он зарабатывал деньги на людях, которых впоследствии обманул. И обманул он в том числе 25 марта на Дне воли, не сказав вообще ни слова про праздник. Про выступление я не говорю, но ни слова не сказать про национальный праздник. Давно не слышно песен от Nehto Band. Почему? Потому что Nehto Band это уже не Nehto Band, а Nehto Блогер. На самом деле, потому что нет возможности. Нет возможности записывать, нет возможности сочинять, выступать, собираться. В разные города все разъехались. И поэтому канула в лето. Так, группа Nehto. О, группа Nehto канула в лето. Можно что-нибудь сочинять. Можем записаться на студии. Да, можно. Но я знаю, что Наташа Богданова тоже певец, если не ошибаюсь. Да, да, попиваю. Женатый мужчина. Не знаю, это мои причины. Было, было, было. Ладно, Наташа Богданова круче 1-0. А у меня бессонница причина. Монтаж ночной. Ладно, почему не Nehto? Почему не Nehto? Почему не еще что-нибудь? Суть в том, что важно не кто, а важно что говорят и как преподносят. То есть не важны имена, фамилии, кто-то. Ну пусть это будет кто-то, но он говорит по делу так, чтобы все поняли. И чтобы это было правдой главное. Потому что люди сразу видят неправду. Ну мы видим на БТ. БТ говорят, экономика окей, все окей. Но почему люди не верят? Потому что они видят это на собственном примере. Они идут в магазин, они видят цены, они получают зарплаты в белорусских рублях. Они уезжают за границу впоследствии. К сожалению. Вот. И поэтому правда то, что делает нехто. На это можно было закончить наше интервью. Но мы продолжаем. На самом деле я не знаю почему нехто. Ну да, ну потому что не важно кто. Важно что говорит. Круто. На это можно было закончить интервью. Повтор. Зашквал. Хорошо. Степан. Мы знаем себя как Степан Нехто, Степан Светлов. Есть такая. Но немногие знают твою настоящую фамилию. Слабо ее назвать? Не слабо, конечно. Даже можешь... Я могу... А можно? А можно я... Нет. Подожди. Я знаю первых четыре буквы. Подожди. Подожди. Я еще не ответил на вопрос. Конечно, не слабо. Сразу после записи я тебе и скажу. Возможно, даже не на ушко. На самом деле, как я уже сказал, не важно кто. Не важны фамилии и имена. А важно то, что говорят. Фамилию, в принципе, это не секрет. Потому что фамилия была в интернете уже опубликована. И неоднократно. И многие знают ее. А если кто-то... Если кому-то... Я не думаю, что кому-то захочется. Но если кто-то вдруг захочет ее найти, это очень запросто сделать. Просто ввести запрос на белорусском языке. И, внимание, как ни парадоксально, используя слово «батька». Да, ты что. Поэтому, если кто-то... Если кому-то захочется очень сильно, пожалуйста. То есть ты сразу так вот... Людям... Представляете, сколько нужно произвести манипуляции. Зайти в интернет. А так человек сразу смотрит и думает, о, попкорн тут ест, уже устроился. Ну да, но почему все должно быть так просто? Какой-то пазл должен быть. Какая-то задача. Ребята, правильно, почему должно быть так просто? Вы же белорусы. У вас должно быть все сложно. Мы белорусы! И даже если найдете, не кидайте в ссылку... Не кидайте в комментарии ссылку на статью, если найдете даже. Ну, потому что это неинтересно. Ну, что-нибудь надо сделать в интернете. Хорошо, Степан. Ну, мы уже поняли, что ты не то, что считаешь себя патриотом. Ты патриот, да? Ты себя призываешь. Ну... Доказал уже. Скажем так, я считаю себя здравомыслящим человеком. Вперед здравомыслящие. А здравомыслящий человек не может же не любить свой дом, где он родился, свою страну. Пусть и сейчас ее временно оккупировали, скажем так. Ну, здравомыслящие бывают разные. Не знаю я одного за здравомыслящих, который... Хорошо. Назови три вещи, которые, по твоему мнению, все-таки в Беларуси лучше, чем в Польше. Ну, вот, есть же что-то хорошее в Беларуси. Скажем так, в Беларуси нет так много украинцев, как в Польше. Ну, я это не к тому, что не люблю украинцев там или что, а к тому, что действительно их нет столько. Потому что ты иногда идешь по Варшаве, допустим, либо по какому-то городу. Телевизор? Не страшно. Потому что ты идешь иногда в Польше, и такое ощущение, что ты в Украине. И в Беларуси такого нет. Ну, хотя украинские девушки красивые, например. А, так я же еще и не договорил. Да, еще. Ты же была одна. Одна. Лас не обманешь. Сказал, да? В Беларуси, ладно, в Беларуси чище. Действительно чище. И я не только про улицы там убирают за копейки эти бедняги, но я и к тому, что в Беларуси чище в расовом плане. Скажем так, я не расист, но действительно, потому что никто не хочет ехать, скажем так, в Беларусь. И третье. Мне очень тяжело говорить, что лучше в Беларуси, особенно если сравнивать с Польшей, конечно. Но есть кое-что, что в Беларуси действительно лучше. В Беларуси работают магазины по воскресеньям. То есть здесь уже не работают, да? Здесь уже нет. В апреле уже почти весь апреле не работают. И это очень тяжело. Особенно с моим графиком работают. Это очень тяжело. Ну да, люди должны отдыхать в воскресенье, идти в костел. Ты часто делаешь закупки? Раз в неделю, скажем так, и в воскресенье. Поэтому в Беларуси очень хорошо. В Беларуси там работают и по выходным, и по праздникам. 31 и 1. Теперь про Польшу, правильно? Да, он все знает. А теперь... Три лучшие вещи. Легче не бывает. В Польше нет такого беспредела среди сотрудников полиции. Это палочная система в Беларуси, которая действует. Она... А где петличка? Все окей. В Польше... Так. Фу. В Польше нет такого беспредела среди сотрудников полиции. Вот эта палочная система, которая действует в Беларуси, она... Что мы имеем с ней? По сфабрикованным делам людей отправляют на 10 лет за решетку за полграмма марихуаны. Милиция задерживает всех подряд, пьяных, которые возвращаются домой там. И им главное заработать очки, которые, возможно, потом станут звездочками. Но это... Это ни к чему хорошему не приводит, потому что мы имеем беспредел милиции в Беларуси и нормальную работу полиции в Польше. Когда ты идешь в Беларуси около сотрудника милиции, у тебя внутренние ощущения только лишь бы не забрали, не побили. Когда ты идешь в Польшу возле сотрудника полиции, у тебя ощущение, что ты находишься в безопасности, что тебя, если что, защитят. Я, кстати, не видела ни одного сотрудника полиции в Польше. А вот я видел. Вот. А вот в Беларуси много. И что мы имеем? 120, по-моему, тысяч в Беларуси. Сколько на душу населения? Сколько еще нужно милиции? Тут столько нет, а беспредела такого нет. И нормально, и никто не хулиганит. И меня ни разу не побили. Вот. И дело в том, что в Беларуси еще шиней в честь. Но мы об этом не будем. Это из минусов, да? А это уже каждый решит сам для себя. А из плюсов в Польше сколько мы насчитали? Два. Два, давай. Спрашиваешь людей, что, в Варшаву едешь? Нет, зачем мне тут хорошо? У меня все есть работа. И люди счастливы. Вот. А что еще нужно? Степан, если не секрет, а это не должен быть. Опять секрет раздавать. Сколько ты зарабатываешь? У тебя есть несчастная тысяча? Я же не могу говорить. Мною заинтересуется налоговая. Несчастная тысяча есть? Налоговая, я не знаю, в Польше или в Беларуси. А несчастной тысячи даже нет. Нет даже по 500 несчастных. Если там кто-то думает, а на грантах сидят в Польше, интересно. Но, увы, вынужден разочаровать. Потому что даже по 500 не набирается в месяц. Рассказываешь мне. А YouTube? YouTube, партнерка, сколько платит? 300 долларов, 300 долларов, около 300 в месяц. Ну и что? Ну так вот, простая математика, около 300 долларов в месяц. Даже по 500 нет. Плюс еще стипендии, я так понимаю. Кажешь стипендию? Ну да. Ну и что, ценится несчастная тысяча? Белорусский нет. Ну, возможно, есть, я не считаю в белорусских. Я же не в Беларуси. Ну, а если в Беларуси там не тысячи мы исчисляемся. А я что хотел сказать? Говори. Можно? Сейчас проедет человек. Дело в том, что те, кто думает, что тут крутятся какие-то большие гранты, я вынужден разочаровать. Но я бы очень хотел на самом деле иметь какой-то грант. И в этом нет ничего плохого. Это позволило бы каналу развиваться. Это позволило бы мне не монтировать по ночам 12 часов, нанять какого-нибудь монтажера. Вряд ли кто-то бесплатно согласится работать. Это позволило бы развить фрилансерскую сеть в Беларуси. Там люди бы на местах что-то делали, снимали какие-то интересные. Это бы качественный контент получился. И вот мне немного обидно даже, что когда говорят «хорошо отработал американские деньги», а я этих денег даже не вижу в глаза. Если там пару комментариев из тысячи «что, мне это неинтересно, я это и так все прочитать». Могут читайте, не смотрите. Не надо писать плохие комментарии, потому что это действительно работа, которая занимает много времени. И как мне кажется, вот эта работа, я это называю работой, хоть это мне очень нравится. Потому что это работа, я делаю что-то. И мне кажется, она не оплачивается в должной мере, как бы мне хотелось. Мне кажется, несопоставимы немного затраты, которые при создании видео используются. Энергозатраты, времени затраты, а время – это самый важный ресурс. И то, что я получаю на самом деле. Потому что это действительно позволило бы развить канал, если бы было чуть больше денег. Ахарактеризуй себя тремя словами. Я боюсь после слова «характеризуй» еще раз. Себя тремя словами. Я уже не повторяю это слово первое. Ахарактеризуй себя тремя словами. А давай ты с ничего. Я тебя или я себя? А до меня. Мне тоже интересно послушать. Ну я не готовилась. Ага, а я готовилась. Молодой, симпатичный. А третий. Очень умный. Это два слова нужно выбрать. Или очень, или... Фух. Окей. Ну ладно, я, значит, я всегда стараюсь говорить так, чтобы не было к чему докопаться. Это я, возможно, такой перфекционист. Немного. Объективно. Типа гороскопа? Лев. И я. Но. Окей, тремя словами, но объективно. Чтобы не было к чему докопаться. Первое. Молодой. 19 лет хлопцу. Еще типа вся жизнь впереди. Типа. 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 Блин, единственный раз сказал типа. Если сравнить с этим ЛСПшником, то... Ребят. Ну типа я лучше. Это жаль. Значит, молодой. Правильно? 19-х годов хлопцу. Повторяешься. Ну ладно. Выберешь лучшую версию. Не, я имею ввиду, я сказала о тебе, а то моя ответа. Ну ладно, сори. Молодой. Хорошо. Занятой. Ну действительно, времени практически нет. Потому что у меня сейчас и учеба, и работа, и канал. Это занимает очень много времени. И время на борщи покушать еще. Да. А если бы я еще сам варил. И третье. Третье для меня, наверное, сложнее всего. Мне кажется, перспективно. Ну мне кажется, объективно кто-то посмеется. Но мне кажется, перспективно. Это если сложить молодой, занятой, получается перспективно. Но на самом деле перспективный в Беларуси. Потому что в Польше таких навалов. А в Беларуси нужно действовать. В Польше есть еще один никто? Ну да. Наверное. И не один. Не знаю. Но мне кажется, перспективно. Навалов. То, что я делаю. Навалов. Овальный. Ты считаешь, что в ситуации, которая сейчас в Беларуси происходит, творится, виноваты самыми белорусы? Или виноваты все-таки один разрушающий человек? Не знаю, какой-нибудь. Есть такая поговорка. Каждый народ достоин своей власти. Ну я отчасти с ней согласен. Но мне кажется... Конечно, нельзя винить во всех грехах одного человека. Но просто если этот человек видит проблемы, и говорит о них, но не решает. Не назначает тех, кто мог бы их решить. И в итоге, когда у него не получается, он не уходит никуда. Но почему этот человек не может быть виноват во всех проблемах? В итоге, какой бы вопрос в Беларуси сейчас не взять, в итоге, по лестнице, если идти вверх, все все равно упрется в усы. Я ошарашил человека. Ну да, потому что упирается все в усы. Сбрить надо усы, и будет все хорошо. Чего или кого не хватает в Беларуси? Я-то уже поняла бритвы, которые сбрит усы. Беларуси не хватает... В Беларуси очень много в избытке терпимости. В Беларуси очень не хватает решительности, требовательности, требовать, змогар, хренар. Вот таких людей не хватает в Беларуси. Но в то же время, беларусам нужно меньше ссориться между собой. Тем не менее, прощения у одного известного блогера, имя которого нельзя назвать вслух, я просить не буду. Он просил, чтобы ты попросил у него прощения? Да, чтобы я на коленях стоял и извинялся. Этого блогера зовут Максим Ф***ович. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Как ты относишься к ссорам между блогерами? Я отношусь к ним самым прямым образом, я в них участвую. Зачинщик? Скажем так, я не зачинщик, я вынужден отвечать. Если считать то, что я начал... Вообще, с чего начался конфликт между Максимом Филипповичем и мной, если говорить откровенно. Я так понимаю, что он на меня взъелся после того, как я в видео сказал о том, что было видео блогера Беларуси. Я в самом видео сразу сказал, в этом видео не будет, в самом начале сразу сказал, в этом видео не будет шутов для детей, типа Влада А4 бумаги, и балконных блогеров. Это на него вообще какое-то воздействие возымело такое, что я не представляю. Человек так обиделся, что банит людей, которые упоминают меня в его комментариях на стримах. Ну, мало ли, что он пол канала забанил за неправильное мнение, сейчас не об этом. Но почему я назвал его балконным блогером? Потому что это объективно балконный блогер. Это человек, который клянчит деньги на стримах. Это человек, который, скажем так, отвернулся от людей, с которыми он был до этого... Которые его поддерживали, встречались суток после весенних протестов. И этот человек от них просто отвернулся. Подожди. Это патологический лгун. Ты слышишь о том, что, может быть, он обиделся в данном случае на тебя не на то, что ты назвал его балконным блогером, а именно на то, что ты не включил его в топ лучших блогеров в Беларуси. Так я же включил, как бы... Ну, в смысле, я его упомянул. Это же была реклама, да? Канала Наташи Богдановой в топе лучших блогеров вообще не было. И Наташа не обижается, а сидит и спокойно разговаривает. Вот пример человека, которых должно быть много в Беларуси, таких человечков. Спасибо. Этот человек ездит за счет Белсата по Гомельщине, снимает видео, снимает трехчасовые суды, снимает видео, где там получасовое видео, где там неправильно распечатали что-то на одной стороне листа, а должно было на двух, пятьдесят копеек, полчаса. Этот человек, скажем так, не достоин того, чтобы о нем вообще говорить. Его упреки ко мне были какие-то смешные и детские. Сидит на жопе и ничего не делает. То есть мне нужно собрать почти сто видосов для одного выпуска, отсмотреть их, выбрать лучшие моменты, текст написать, подвести, отвести, придумать как-то покреативить немного. Это все занимает время. И, ну, как мне не на жопе сидеть? Ну, типа, мне стоит это все делать? И, да, я его видео тоже брал, потому что у него иногда бывает интересное видео. Но я же это не отрицаю, да? Ну, просто зачем говорить, что я сижу и ничего не делаю? Змахар хренар. Ну, и еще был упрек, не показываю лицо. Лицо в первый раз на канале было показано больше года назад. Видео украинцы переводят с белорусского языка. Там я стою и спокойно говорю. В группе ВКонтакте ссылка на мой профиль была все время, пока я не удалился оттуда. И, то есть, эти упреки просто смешные. И, ну, мне не нравится вообще таких людей обсуждать даже. Ну, нравится, но мы об этом не скажем. Ну, мне просто нужно было высказаться по этой ситуации. Ты просто стримы не ведешь, понимаешь? И я не веду. Я у своих подписчиков спрашивал, нужны ли стримы. Сказали, нет, не надо. Че, превратишься в Филипп Кахнуто, ну, конечно. А я у своих спрашивала, мне говорили, веди их. Слушай, а что еще у него было такого ненормального? Ты что-то думал, что у него не развито, не соответствует... Нет, это ладно, это не будем здесь покатываться до прямых полуоскорблений. Провоци... Провоцирует людей на конфликт. Алло, я говорю о серьезных вещах. Человек провоцирует серьезных людей на конфликт. Потом льет им газ в лицо и вызывает милицию. Это все можно увидеться на канале. Ну, явно неадекватный человек. Так уж они заслужили. Заслужили, да, да. Ну, это человек в депутаты, я хочу заметить, баллотировался. Конечно, я не... А, все-таки баллотировался? Да. Да? Ничего себе. Не выбрали? Ну, конечно, не выбрали. Первых людей считает, во-вторых, такой человек. Степан, а пойдешь в президенты? Нет, Марата Минского в президенты. Почему? Потому что он проект КГБ. А, значит, его пустят. А меня не пустят? Ну, я шучу, он не проект КГБ. Возможно, так? Это предположение, потому что я до конца не знаю. Слушай, после этого вопроса скоблен, но сейчас на тебя еще и Марат начнет. Пожалуйста, не ставьте дизлайки только. Понимы? Понимы. Степан, мы сейчас проведем страшнющий, но при этом простейший психологический тест. Потом мы все твои вот эти вот писюльки отдадим. Не трогайте мои писюльки. Отдадим специалисту, психологу. Он все это просканирует и вынесет вердик тебе. Может, у тебя мерцательный этот, шизофрения. Ну, конечно, нет. Но, возможно, и нет. Поэтому тебе нужно сейчас будет нарисовать животное несуществующее. Любое несуществующее животное. Вот в образе какой-нибудь там. Не буду даже называть. Потом подпиши, как его зовут, его имя, чем он занимается и где он живет. Вот такие вот простые несуществующие животные, как его зовут, напиши, где он работает, там занимается и где оно живет. Рисовать животное, да? Да, несуществующее какое-нибудь. Белвест. Кстати, про Белвест. Белвест обязательно нужно момент ставить, потому что я патриот своей страны. А я, у меня тоже... Ну, какой это Мегатоп, это же Адидас. Мегатоп, смотри. А не какой-то. Это Enjoy. Логично, не правда ли? Но это не точно. 20 лет прошло, но все тот же портрет на стене, и все тех же ждут автосаки. Двадцать лет дубинками мочит ОМОН по спине, хоть и не доходит до драки, только дешевеют дензнаки. Все двадцать лет выбора нет, есть только лысая резина, будем опять голосовать, будут чернила в магазинах. Все двадцать лет выбора нет. Ммм, так, ну и сына, конечно, конечно, сына. Ты же до тебя... А, сколько ему лет? Сколько ему лет? Сколько лет животного? Фото, все что. А можно написать, когда он родился, просто? А там уже сами посчитайте. Хорошо, ну давай год рождения. Мне почему-то кажется, что это существующее животное. Ну, скажем так, это животное, которого нет, но должно быть. По идее, в Красной книге. А я все уникальна. Очень. Одна, одна... Умирающая? Да, нет, ну сын есть. Так, и... То есть продолжение следует. Так, продолжение следует векной аборте. А глаза, главное, еще такие невинные-невинные. Синие, голубые и самые правдивые и честные. Вот. А он борщ любит? Нет, он православный атеист. Жесточайший православный атеист. Пожалуйста. Ухватай здесь, чик-чирик. Боже мой. Ну, похоже, знаешь, сын очень похож на привидение. Сын похож на отца, прежде всего. Ну, ты знаешь, Алекс живет в болоте. А 4 что? Отец умер на войне. Это что было? 45-й. А, ясно, короче. На самом деле, 53-го года рождения, да, но отец умер на войне. То есть, 7-летний такой, скажем, период с рождения. Поэтому такое чудовище получилось. Начну с того, что линия в рисунке несуществующего животного выполнена с сильным нажимом. Это говорит об эмоциональной напряженности, тревожности или импульсивности человека. Преобладание черного цвета оказывает наопадническое настроение, подавленность, негатив, признаки депрессивного состояния. Изображение находится в центральной части листа, свидетельствует об адекватной самооценке. Такой человек правильно оценивает свои возможности и вполне нормально относится к своим ошибкам. Также присутствует наличие у вымышленного животного шеи. Это означает, что человек обладает собственным мнением. Но в данном случае шея нарисована очень длинная. Свидетельствует о том, что испытуемый зачастую руководствуется только своим мнением. У вымышленного персонажа вообще не прорисованы руки. Это означает, что испытуемый предпочитает оставаться наедине с собой, не любит общаться. Соединение ног с телом нечеткое и недостаточное. Означает, что человек сам по себе довольно небрежный, невнимательный, недостаточно контролирует свои суждения. Расположенные на теле украшения свидетельствуют о преобладании в характере демонстративности, хочет всегда находиться в центре внимания. Нарисованный крест выражает чувство вины. На теле вымышленного персонажа находятся острые предметы, что символизирует агрессивность. Такой человек всегда готов защищаться, а иногда и просто нападать. Животное названо существующим словом, совершенно неизменным, что сигнализирует об ориентации испытуемого на реальные события и говорит о конкретности. Он достаточно рационально подходит к решению проблем, обладает типом мышления, не позволяющим витать ему в облаках. Положение анфас, то есть голова, направленная на испытуемого, трактуется как эгоцентризм. Эгоцентризмом считается особенность психики человека, при которой он не может и не хочет воспринимать чужую точку зрения и поставить себя на место оппонента. Эгоцентрист отказывается принимать тот факт, что другие люди имеют право на собственное мнение и считают, что прав только он. Я призываю к ненарушению общественного порядка, не выходите на акции протеста, сидите дома и смотрите телевизор. Поляки, а белорусы должны отстаивать свои права, бороться, бороться до конца и побеждать. Брест, мы с вами, держитесь, никакого аккумуляторного завода в вашем городе быть не должно. Я дарю вам на прощание вот эту вот красную ручку, поскольку, Наташа, вы являетесь бывшим учителем белорусской мовой и литературы. Правьте, правьте комментаторов, которые ошибаются, неправильно пишут и делайте так, чтобы белорусы были грамотными, умными, образованными людьми. Наташа, ты привыкла к камере? К этой нет, это твоя камера, я к своей привыкла. А как ты записываешь, на кухне сидишь? Раньше на кухне, сейчас в комнате. Главное, не на балконе? Не на балконе, нет, там дует. А стримы будут скоро? Не знаю, ну, блин, я не знаю, я стесняюсь, я боюсь камеры, я не привыкла к камере. А подписчики требуют чего-то жесткого, там под окнами стоят с лозунгами? Подписчики вообще требуют от меня чего-нибудь жесткого. Я же тоже подписчик, Наташа Богданова. Ты мой подписчик? Но не все видео лайка. Почему? Все, я твои тоже больше лайки. Потому что я их не смотрю, я не успеваю их смотреть, потому что у меня нет времени. Как сказал наш режиссер трансляции, есть что выбрать, поэтому на этой прекрасной ноте мы завершаем сегодняшнее интервью. Такое ощущение, что он ведущий, а не я. Следующее интервью, первое интервью белорусского в Дудя, то есть меня, будет с Наташей Богдановой. Расспросим обо всем, задавайте вопросы в комментариях. Ну, я, конечно, что-то подыщу такое, такое, что-то, что-то такое. Вот, вот это вот все. И спасибо большое за интервью, было интересно поучаствовать. Спасибо тебе. До встречи, как говорится, до новых встреч и хороших вам новостей. Спасибо, что досмотрели до конца, это очень важно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Нехта. И делитесь этим видео... Ну, ладно, на канал Наташи Богдановой тоже. И делитесь этим видео в соцсетях. И информируйте друзей, потому что то, что происходит в Беларуси, должно знать максимальное количество людей. Поэтому я использовал такие хайповые названия видео, а не потому что там надо похайпиться. Это должны знать все. Вот и все, друзья. Крепитесь. Я... Привет. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый. Что поменять, вам не понять, Будь виноваты сами люди, Что столько лет, Выбора нет. Выбора нет. Нет. Выбора нет. Нет. Белорусы любят Наташу Пагданову? Мужская часть, да.